Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Совсем недавно, 30 октября, в выставочном зале Благовещенска в рамках арт-фэшн-шоу состоялась презентация коллекции Маруся. Что это за коллекция? Расскажем подробнее вместе с руководителем модельного агентства ЖИРАФ Светланой Никоновой. Здравствуйте, Светлана! Добрый день! Ну, я поздравляю, во-первых, с тем, что это состоялось в Благовещенске, а по факту, когда коллекция Маруся была создана и где она уже побывала? Коллекция Маруся еще нигде не была, потому что презентация прошла 30 октября. То есть все-таки Благовещенск первый город, который мы уже здесь живем, поэтому, да, и, конечно, здесь первый раз. Но это продолжение другой известной коллекции, которая была до этого, и она действительно проехала много где, коллекции Румяна. Они вот как-то вот в одной стилистике сделаны, да? И первая коллекция, и вторая созданы по мотивам русского костюма, поэтому эта тема достаточно интересна. К большому сожалению, к ней не так часто обращаются русские дизайнеры. Вот удивительно, почему? Ну, сложно сказать, и очень часто мы видим такие, как костюмы в стиле балалайка-медведь, да, и кокошник, поэтому мы решили немножко от этой истории отойти, создали первую коллекцию Румяна. Все эти коллекции созданы по конкурсу грантов, то есть мы сначала выиграли конкурс, муниципальный конкурс грантов в сфере искусства и культуры города Благовещенска, сначала создали Румяна. И когда мы начали работу с этой коллекцией, мы поняли, что наши дети, которые обучаются в детской студии, в школе моделей, они ничего не знают про русский костюм, но, к слову, может быть, только слова кокошник и сарафан. Потом мы стали где-то так расширять эти познания свои, поняли, что это общая тенденция. И поэтому мы написали новую заявку на новый грант и решили сделать детский блог в стиле Алия Русь. И теперь у нас две полноценные коллекции, которые мы можем миксовать и представлять. Их более так уже обобщенные. Мне интересно, кстати, а с детьми был какой-то такой диалог на эту тему русского костюма? С детьми, это также история была по условиям гранта, мы и вписали эту ситуацию. Сначала мы проводили лекции обучающие, потом мы создавали коллажи на тему «Русский стиль». И у нас огромная доска в классе 3х4 метра, доска вдохновения, где каждый ребёнок создал свою историю по русскому стилю. И мы смотрим, любуемся, вдохновляемся. И после этого мы стали создавать уже дальнейшую историю костюма. Какой костюм будет, сколько будет, количество какое. И вот я над этим работала некоторое время, у меня в голове это всё крутилось. Ну и в конце концов вот такая история закончилась так, что у нас сейчас в коллекции 15 луков, мы хотим продолжить ещё. И это будет ещё такая более полноценная коллекция. Вообще стиль а-ля рус, это всё-таки, это не традиционные же русские костюмы? Нет, конечно. Это такая стилизация. Если ты берёшь традиционные русские костюмы, тогда это реконструкция. Мы должны не только создать коллекцию, но и мы предложили сделать так, чтобы провести лекции и показы для детской и подростковой аудитории. И рассказать об истории костюма, и, соответственно, показать коллекции. Это очень важно, потому что ты не просто рассказываешь и показываешь картинки, но ты можешь через коллекцию показать те элементы костюма, а мы их сделали в коллекции, которые присутствовали, например, в нарядном городском костюме. Или силуэты, которые сегодня говорят, о, оверсайз, это круто. Оверсайз был в русском костюме. Поэтому, да, и вот об этом можно через вот эту призму доносить до молодёжи, и тогда для детей, да, особенно, потому что наша аудитория детская, подростковая. И тогда они через этот показ спокойно изучают историю. То есть язык моды, он тоже такой универсальный. Он очень универсальный. И это очень важный момент, чтобы вот через костюм познавать свою историю. Как воспринято было детьми вот эта коллекция, вся эта история? Ну, смотрите, да, история всегда, это же закулисное. Мы сначала там это всё делаем, да, я там днями и ночами с этой историей хожу, нахожу мастеров, которые выполнят, да, технические эти модели изготовят. Все дети и родители, многие принимают участие в ручной расшивке, потому что мы уделяем очень большое внимание деталям, и поэтому там крестиком все вышиваем, сидим, головной убором мы сами делаем. То есть, по сути, не только там дети как-то участвуют, вот послушали, да, и походили. Ну, нет, конечно. Они ещё и создавали. Знаете, как приятно смотреть на детей, которые шьют и вышивают. Я представляю. И вышивают, да. И поэтому за час до мероприятия буквально я зашла в место, где у нас были дети, и ко мне подошла Арина и говорит, у меня всё верно с головным убором. Она его делала сама. И я говорю, у тебя тут чуть-чуть нет… Она пошла, взяла ниточки, села. И тут же сделала. Всё сделала, да. Я такая про себя, молодец. Да, правда. И, конечно, все были очень воодушевлены. Во-первых, это новая коллекция, да, в которой все принимали непосредственное участие. И зритель воспринял это очень как-то так трепетно. Почему? Потому что, во-первых, всю историю мы закрутили в выставочном зале, где заканчивалась выставка Илья Гвазунов. И, соответственно, вот это обрамление, да, то есть выставка картин известного мастера, который работает… Там было много техник, но в частности были и русская тема была. И это очень всё органично произошло. Костюм, картины и музыка, да. Вот я отдельно хочу по музыке сказать. Не так просто найти к современной костюме коллекции музыку. И я мучилась, перерыла большое количество материала и ничего не могу найти. И потом я позвонила директору школы игру в Москве и говорю, всё, а это наш человек, который из Благовещенска, Виолетта Куликова. И я говорю, мне нужна музыка. Она собрала всех выпускников, раскинула по всем чатам. Все выпускники, участники школы, они насобирали массу материала. Я это всё отслушала и поняла, что один трек нам подходит. Но мне не хватало. Я в этом не нашла многообразий. Я позвонила продюсеру, который делает фэшн-шоу, в частности, делал конкурс красоты, краса Дальнего Востока. Я позвонила ему, и он приглашал меня на фэшн-шоу Дальнего Востока в Москве. И это компания «Росконгресс», которая делала. И там была потрясающая музыка. Я говорю, Денис, мне нужна музыка. Он говорит, так на этом мероприятии была девочка, которая пела там. И он мне говорит, Алёна Минулина, возьми её песню. И я захожу, там потрясающая песня. И я её беру и понимаю, что всё, вот это будет первый кусочек, а вот этот второй. И всё сложилось. И сложилось, да. И вот эта музыка, коллекция, обрамление, выставка. И вот это получилось, конечно, потрясающе. Свет, спасибо, правда, за такой подробный рассказ. Я просто понимаю, что наши зрители, они не представляют, как это всё делается, каким образом. Это не просто вот так вышли и красиво походили. Это всё, вплоть до тканей, создавалось вами. И я знаю, что даже принты на тканях все печатались где-то по вашим эскизам. Да, я заказывала ткани с принтами. И вот в этой коллекции есть уникальные такие принты по сказкам. Оленький цветочек. И ткань великолепно играет. И, конечно, это очень кропотливая работа. И я чётко понимаю, каждый раз, когда куда-то привожу свой театр моды, своих детей, свои коллекции, я чётко понимаю, что такого уже никто не делает. И поэтому не случайно каждый раз я говорю о том, что мы должны создать этот продукт, не только коллекцию, но и действия, и вашу работу, как донести до зрителя. И поэтому не случайно мы везде становимся победителями в различных конкурсах. Вот, кстати, у нас совсем мало времени осталось, но я не могу не сказать, что на евразийском конкурсе высокая мода национального костюма у вас спецприз. Это в Якутии. Потом мы поехали в Иркутск, вошли в число 25 лучших коллекций с румянами. И тоже там себя достойно представили. Но при этом цвета у тебя нет даже образования модельера. Но я знаю, что модельеров вы своими коллекциями вдохновляете невероятно. Как так? Я творческий человек, наверное, от этого, поэтому мне это нравится. И я давно с этим сталкиваюсь, но сейчас более так плотно, скажем, потому что коллекции делаем более часто. Мне нравится работать с какими-то замудрёнными материалами и создавать это всё. Поэтому важно, как это вот здесь, наверное. Поэтому не случайно после того, когда коллекция румяна, она имеет очень… Я буквально вчера об этом на презентации говорила, что она имеет удивительный эффект. Очень многие люди, и дизайнеры, и творческие люди, после того, когда мы их показываем, эту коллекцию покажем, они подходят и говорят мне, вы нас вдохновили, и я вот дизайнер, давно не делал ничего, теперь я хочу создать. Или я там связан с модой, и я хочу вот сейчас создать. И, например, там подбежал, мы делали в полях на сцене, в Якутск ездили, там был национальный праздник, там подбежали несколько человек, они говорят, одни, вторые там ждали. И вот мне так понравилось, прибежали два молодых человека, и он говорит, я юрист из Москвы, я хочу с вами познакомиться, потому что когда-то я создавала линейку спортивной одежды, а теперь вот ваши, вот эти принты и вот ваши одежды, их нужно транслировать и делать из них. И, в общем, да, у меня свои телефоны, да. История продолжается. Да, это вот такая история продолжительная. Обдохновение, штука заразная. Спасибо огромное за интересную беседу, я уверена, что у этой коллекции будет большая интересная жизнь. Не сомневаюсь. Ну и дай бог вам творческих успехов и задумок. Спасибо, спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была Светлана Никонова, руководитель модельного агентства «Жираф». Вы смотрели в центре внимания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин